Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Сегодня с удивлением прочитал статью о том, что Вика Цыганова сообщила об усыновлении Дани Милохина. Ну, сами понимаете, новость так новость. Конечно, я понимаю, что на фоне всего, что сейчас происходит, это никакая не новость. Но в целом, в целом, я могу сказать, что то, что сейчас происходит, корни этого, в том числе, в том, что происходило у нас в культуре эстрада, театр, кино и так далее, и так далее, и так далее. Формирование тех ценностей, которые должны были формироваться, шло извращенно. Это и понятие семьи, и почитание старших, не только в России, в целом на постсоветском пространстве. Вот размытие этих основ, этих, казалось бы, тривиальных вещей, которых и говорить-то вроде как банально. И в том числе привело к тому, что нам специальная культурная операция необходима в первую очередь. Поэтому это тоже очень важно, друзья. Значит, вот что пишут, собственно говоря. Вы знаете, то, что Вика Цыганова, они с мужем вместе продали дом, и все эти деньги помогли Донбассу, это, конечно, низкий поклон в ноги. И вообще, конечно, это очень большие патриоты. И здорово, что такие люди есть у нас на эстраде. Не хочу произносить это извращенное словосочетание шоу-бизнес, потому что это не может быть эстрада, и шоу-бизнес – это разные вещи. Эстрада – это творчество, искусство. А шоу-бизнес – это бабки. И не важно, что они там прививают, это прививают ли вообще в принципе. Это вываливающиеся, извините, свержантитьки, поющие трусы, и более ничего абсолютно. В трусах поют на сцене, в трусах. Куда дальше уже? Значит, дело все в том, что, когда мы говорим про Доню Милохина, многие пишут, дебил, что говорить, там, потерянное поколение и так далее. Кто-то же воспитал его? На чем-то же он вырос в нашей стране? И вы знаете, дело все в том, что, когда Вика Цыганова говорит о том, что она хотела усыновить его и брата, а у Милохина есть брат, который сейчас, Даня Милохина, вы знаете, который уехал в Америку там и пытается там теперь лизать всяческими поступками с определенным государством. Так вот, извините уже за такое выражение, так и есть. И в ней проявление такой любви, с той точки зрения, что она видит не только недалекого молодого человека или так далее, как многие пишут, а она понимает, что это ребенок, который вырос в детдоме и который формировался под воздействием тех ценностей, которые есть, ну вот, галеком вокруг него, да? Не в семье. Потому что в семье это можно передавать из поколения в поколение, какие-то ценности, да? А вот вокруг, то, что было вокруг. И это вокруг, собственно говоря, его сформировало, таким, какой он есть. И это вот, вы знаете, это прям вот порождение эпохи, скажу так. Эпохи Домов-2, рэперов, которые еле там что-то шепчут себе под нос, мат, перемат и так далее. Поэтому, конечно, я хочу сказать, что это люди не обремененные интеллектом. Но почему они такие? Это тоже вопрос, да? Тоже вопрос. Так вот, когда я узнал, что она хотела его усыновить, конечно, да. Вот что пишет СМИКа по этому поводу. Как оказалось, Дани Милохиным прониклась даже в Вика Цыганова, а значит, при этом она, при том, что она довольно скептически относится к этой молодежи, тикток и так далее. Вот что она говорит. Жалко, у него уже еще брат есть, я хотел их даже усыновить, но уже поздно, это уже отравлено. Теперь это его путь, путь покаяния перед Богом и его выбор. Ну, наестся он этих миллионов, на чудица покривляется. А дальше-то что? Тебе же тоже будет и 50, и 60. И кем ты будешь? Нельзя соблазнять людей. И ты ответишь, мы все придем на суд Божий, мы все будем держать ответ. Значит, это она говорит о том, что он делает своим творчеством, я не знаю, можно сказать, нет. Я видела его в людниковом периоде, как он танцевал с Женей Медведевой, я подумала, бедная Женя, куда же ты влипла? Он искалил таким обаянием, вот что страшно, потому что он действительно подкупает. Вы знаете, друзья, дело все в том, что когда сейчас они этот свой тикток дом переориентировали на Америку, быстро все сделали на английском языке, а вот раз в Америке, и Конгресс принимает решение, так как с Китаем тоже терки, тикток ограничить. Вот они там все взвыли. Понимаете, в чем дело? И они же влияют на поколение подрастающее, они влияют на детей. Недавно была свадьба, Самойлова Джиган, 7 миллионов смотрели, в основном это подростки, 7 миллионов смотрели ВКонтакте, 7 миллионов. Это самое для них важное, то, что сейчас происходит. Это же ужас какой-то. Это просто ужас. Не стихотворение читать, не книгу читать, не что-то познавать интересное, а смотреть свадьбу этих людей, слушать или смотреть этого Милохина. Это не потерянное поколение, это не то, что отравлено. Вы знаете, я считаю, что это можно изменить. Но при должной, это нужна ежедневная работа, понимаете? Работа с молодежью, это не так, что ты закон принял и все. Это каждый день, каждый час, каждую секунду. Нужно следить, нужны кадры, которые могут это делать. Кадры эти нужно готовить, постоянно квалификацию повышать. Нужно, чтобы это было адаптировано под реалии сегодняшнего дня. Молодежь, дети, это наше не сегодня, не наше завтра, а наше сегодня. Точнее, да? Наше сегодня. И вчерашние дети, которым, казалось бы, 10-12 лет, которые мало чего еще понимают в жизни, им уже стало вот 14, а вот 16 это уже подросток. А вот уже и 18 он определяет в определенной степени вектор движения, он может голосовать. Понимаете? Дело все в том, что работать с молодежью, это постоянно, постоянно работать. И самое главное, работа в сфере культуры, культуры, выпускать соответствующие фильмы. Сейчас есть канал Победа. Я вот смотрю по вечерам, боже мой, какие замечательные фильмы показывают. Лучше советские фронтовые фильмы сейчас показывать по первой, вообще не переставая. Уберите все эти программы, все эти франшизы американских и западных этих шоу. Эти шоу, они уже вот здесь у людей сидят, эти шоу. Дайте воздуха, дайте глоток свежего воздуха, какой-то нравственности, какого-то патриотического воспитания молодежи. Вот буквально еще год назад это все было уже, край. Это было уже невероятно. Я говорю, для меня край был, когда я шел на песочнице, и две девочки, 11 лет, слушались портативные колонки тогда популярного рэпера, который пел мат-перемат, 10 лет, 10-11, примерно так. Ну, вот насколько я визуально мог. Я тогда подумал, это все, дальше некуда уже. Понимаете, поэтому, когда мы говорим про Милохиных, про это, да, это негативный окрас имеет, негативную оценку, но кто его продвигал? Мы все догадываемся. На Международный экономический форум, это да, и сюда, и на Первый канал, везде. Взрослые люди, которые пользовались чем? Тем, что это не обремененные интеллектом дети, которые, собственно говоря, воспитаны детским домом. Можно негативную оценку дать Милохину, я ее давал, но если глубже копнуть, это взрослые, которые сделали все, чтобы было так, как есть, правда? Поэтому нужно работать, не просто закон принял, и все. Так не работает. Нужно растить, воспитывать. И это не о деньгах, это не шоу-бизнес, не постановка в театре, чтобы позвать Бузову, чтобы больше срубить бабла. Это, как правило, не отбивать деньги, а воспитывать. Ты или воспитываешь, или отбиваешь деньги, но тогда, если ты отбиваешь деньги, у тебя Милохины, или ты воспитываешь, тогда у тебя Гагарина и остальные. Друзья, что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочку и закрепленную в комментариях, в описании к видео для поддержки. Канал, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм, канал Будда Гришна новости, новости в формате 24 на 7, плюс мои ролики на остросоциальные, политические темы. И здесь на ютюбе есть канал, называется Будда Гришна новости, тоже он резервный, запасной, подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись, в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok,